Всем привет, это Северный Степной Крым. Сегодня 26 июля 2022 года. Цветет керемик, начинает зацветать. Тут еще шандра доцветает. Степь очень сухая, очень сухая. А вот смотри, иди сюда. Называется синий голубник. Сухо сильно. Челы с утра работают только и под весер. Все, днем практически не летают, потому что все горит, сохнет. Это синий голубник, он еще не открылся, он еще не зацвел. Он тут должны цветочки открыться белые, только-только. Синий голубник, это степная. А что там коричневая? Это колючка, видишь, называют у нас, потому что они колючие. Они очень колются, и ногами аккуратно они очень, потом печет. В общем, вот, сейчас будут пчелы вот с этого носить потихонечку. Это взяток слабый. Вон, смотри, начинает давать потихоньку. Видишь, дикие пчелки, вот синеголовник, вот он зацветает, вот таким беленьким. Беленьким начинает свистеть, выделяет нектар. Опять кермек. Но для кермека как бы еще рано, но такой какой-то первый кермек выстреливает по степи. А массовый кермек на солончаках он будет аж это осень очистить получается. А теперь кто-то сидел вот так? С конца августа где-то я. Где? Кто-то сидел, я его купил. Да? Всяко бывает. Видишь, тут степь. Вон, опять кермек. Ну, степь, видите, как горит. Дождей нет уже. Горячо. Очень много дней. Солнце жарит. Пойдем еще покажу. Гармала цветет еще. Ну, здесь скотина подъедает, здесь поменьше. Вот. Вон этот, все сухое. А вот, смотри, что кермека. Вот кермек, смотрите, заросли. Кермек фиолетовый, вот. Вон, 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 вон. Видишь, сколько кермека? Местами его много. Но это еще вон, вон, по степи. Но это еще не то. Ну, массово он именно осенью пойдет кермек. Это такое. Летом тут пробивается. А вот гармала тут доцветает. Да, гармала, видишь, у него все-таки такие. Ну, тут немного гармала. Гармала много. Вон там, на остатке старого села, и там он все гармалой поросший. Там прям гармалы целые заросли. А тут кермек, вон, видишь, тоже. Кермек. Вот это сейчас основное такое медоносное разнотравие. Шандра, самый такой главный медонос, уже отходит. И взяток сейчас будет уже слабее. Ну, и дерево сафора. А это полынь. Это полынь, да. И дерево сафора сейчас будет свистеть. Сейчас поедем, а то нашей маме на работу надо с обеда идти. Смотри, какой красивый кермек. Вот смотри, сколько тут всяких этих пчелок на кермеке. Видишь, вот он распустился. Вот он начинает уже давать. А, слышишь, пахнет? Да. Запах, да? Это улиточки, да, степные. И на море таких очень много. На берегу моря улиток. Вот видишь, тут всякие уже мошки эти ковыряются. Вон, пчелки дикие, видишь, работают. Ну, блин, апесь Мелифера работает сейчас утром и вечером. Днем практически не летает. Это вообще, лед слабый-слабый. Сафора тоже дает с утра и вечером дает. Вот сейчас под вечер будет взяток. До ночи будут летать. А вот, а когда такой днем, пик жары, нектар подсыхает, пчелы практически не летают. Иди за мной по пятам. Смотри, колючки под ногами. А, вот еще перикати поле. Или курай, так называемый. Это уже цель. Его тоже много. Постепенно сухо, надо дождь. Хотя бы один дождь. Будет один дождь, будет хотя бы спасить. Да, ты аккуратненько под ноги смотри. Я знаю, ноги потом пекут. Смотри под это, потому что курай колючий. Перикати поле называется. Это они потом летают зимой, крутятся такие. Вот такая вот. А всем вот этим вот сейчас пчелы будут перебиваться в конце лета. Ну, дерево сафора очень спасает. Иначе бы вообще был бы слабый, ребята. Колючки это вообще такой очень слабый. Ну, колючки плюс сафора. Нас называют колючками. То есть, снеголовник. Эти перекати поле колючие. У нас их называют колючки. Ток, видишь, он зерно привозит. Высыпает, видишь? Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. Такая вот сеть сгорела. Сезон засухи в самом разгаре.